Бегом! Бегом! Вот видишь как, из-за тебя мы все стоим. Господи Божий наш, слава тебе! Боже всемогущий! Хвала тебе! Благодарим тебя, Господи! Посети нищий сирот, вдов одиноких. Пошли им все потребное. И нас не лиши милости Твоей. Слава Тебя, Отечественный Святой Дух! Вот смотрите. Некоторые заботятся. Вчера вам позвонила бабушка Арсения. Они там что-то решают между собой. Их интересует как. То есть он в тепличных условиях. И я говорю, парень становится мужчиной. Он и копал. Он и был здесь, активности пока никакой. Нет такой, чтобы нужно. Он посмотрел на поле как. Ну вы взяли его, закрыли колпак. Через три года он 16 лет паспорт получает. Что вы будете делать? Его задолбят, задавят. Даже комары. И те заедят. А он становится мужиком здесь, настоящим. Он и работать может. Отстаньте от него. Я там, то ли он один ребенок. Надо ребятишек больше рожать. Наши родители не тряслись над нами. Нас бесит в семье. 5 сыновей, 5 дочерей. Да было 12. 7 сыновей. Вот он над ним и бабка, детка все трясутся. Ложечку за бабушку съешь ложечку. У меня еще надо за бабушку. Он один сметет все. И за бабушку, и за дедушку. Ты подними тонус своим родным-то скажи. Меня каким сделали-то? Чтобы не стонали. Второе. Сейчас мне звонила бабушка. Своя, выходи. Где она? Вон она, давай. Баба Таня. Ты думаешь, о чем она спрашивала? Она мне упрек дала из-за тебя. Почему за моей внучкой не смотрите? Почему она как попало крестится? Моя внучка стоит среди вас и не молится. Я отдала ее, чтобы она была другой. Вот это я понимаю разговор. Бабушка какая. А я стою-то спиной к вам. Я же не вижу, как ты молишь это. Она правильно говорит или нет? Тут так. Если она не правда, она солгала. Если правда, значит тебе надо исправлять. Спрашиваю, баба твоя правильно говорила или нет? Неправильно. Ты на тяжкий грех решилась, если не так. Если ты сейчас на бабу уже так сказала, что она сказала неправду, она приедет. Мы будем разбираться с ней. Мне важно, чтобы ты созналась. Подумай. Видите, как наблюдаете? Ролики смотрят там. Сваните как есть. Поменьше смейте. Я вам рассказываю. Ставь спокойно, не крутись. Вы это держите себе в памяти. Я сказал, вот у Андрюши, у него брюки на полметра, наверное, ниже ноги. Вчера я неправильно сделал. Вылил воду. Она растеклась. Я думал, она просто никуда. Она растеклась. И он по этой лужи в грязи ходит на штанину. Наступает, значит, несколько вариантов. Один вариант. Подшить ему, чтобы было выше сантиметров на десять хотя бы от пола штанина. Подтянуть ему штаны. Или обрезать. Ну, надейте какой-то выход, чтобы он на штанах-то не стоял. Не ходил как надо. Опять баба. Так вот. Разберитесь. Баба Люба. Вот он стоит, Андрюша. Чтобы к обеду было сделано, когда он придет. Или другие брюки сейчас надеть, эти отдать. Заверни. Заметь где и под шею. Сейчас пойдете все сразу же. Выходите этим краем на работу. Все до одного. А дежурные, здесь остается только баба Люба. Вы все уходите туда. Берете тяпки все. И рукавичек даем. Остальные траву будут рвать, где показывай. Я, если смогу, то приеду я к вам. Там надо сегодня закончить. Огород наш не очень заросший. Но это надо. Придете поиграете. Если будет благополучно, мы уйдем в этот лес. Приготовим березки. Там очень густо лес растет. Очень густо. Семена падали, березы. Они выросли. И они друг друга глушат. Там много сушняка. Чтобы сделать веники. И нам нужны жердочки. Где крещение будет, ограждение сделают. Все понятно? Программа на день. Ну а после обеда меня не касается. Сегодня четверг, завтра опять костер уже. Я не поняла как идти. Мы сейчас посуду помоем. Идти где? Где церковь, а потом куда? Нет, к церкви не надо. Вот идти где купаются. Купаемся? А, купаемся. Которая загорожена пруд-то, плотина-то. А где? Я не видела где-то. Да что видеть-то? Ну как вода-то? Куда она бы ушла, если плотины-то не было-то? Кого видеть-то? А. Во что вода-то упирается? Где плавала-то? А, на левую сторону? Конечно налево. Не вверх уже. Еще рановато тебе туда. На левую. Все. По головам. Раз. Два. Три. Сопли. Что нужно? Ну насморк у них. Платки есть. Ничего не значит это насморк. Ну я понимаю. Они плотками не пользуются. Платками не пользуются. Это то, что держали в тепличных условиях. Их надо вывезти из этого анабиоза. Я вам однажды дал разрешение. Так вы мне к обеду всех зеленкой покрыли. Где комару кусил, зеленкой мажешь. Еще у нас получилось. Кто-то приедет и скажет, больной лагерь. Это лагерь трудовой. Трудовой. Больных мы не принимаем. Больных просто мы отсекаем. Они должны в другом лагере быть. Но если к нам попали, они другими выйдут отсюда. И вот задача в этом саду. Сейчас идете вы пока об уши, а потом вы разуете. Андрюша ко мне подойдет после. Вопросы? Нет. Все. Я уехал. Так. Вот семьяйский человек. Давайте подойдем. Что у него? Едем ли это? Там еще. Едем ли это? Вот еще посмотрим, чем занимаются у нас тут. Ниже осина. Вот Леонида. Бывает воды в бутылке. Так. Набирай вот это. Это чистое все. Это. В холоде унесешь в бачок. Вот эти жмуты. Граблю возьмут и траву уберут. Траву убрать, граблю. А то она мешает. Ничего, ничего. Подожди, подожди. Иди сюда. Он там без работы будет сразу. Грабу. Ваня. Что случилось? Ты устал, что ли? Или болят ручки? Или что? А что? Нормальная работа. Да где ты нормально? Ты умирающий какой-то. Осталось тебе на несколько дней жить. Вот помидорчики тут растут. Что? Вот тут же только одни сорняки или кубника есть. Ну, Виктория, ты видишь, там она. Здесь маленькая. Там крупная. Раньше посажена. Здесь поздно садили. Так? Садимся. Иди ко мне. Вот так вот девица. Вас не только... Иди ко мне сюда. Кто там? А, Ленечка. Скорее садись со мной рядом. Я тебе буду показывать. Вас не только на тележке будут возить. Но надо еще и работать. Ага. Чтоб на тележке-то возили вас. На машине. И вокруг нее второй с ручкой потасуешь. Поближе в корню. О! Молодец! Такая сильная. Смотри-ка, раз. Не надо бросать. Трудится, трудится. И вот так вот ее кладем здесь. Травку здесь кладем. Не надо бросать никуда. Вокруг. Это тоже вырывать? Все, да, 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 да. Все, вырываем травку, ее здесь кладем. Да, Паша, это и футбол, да? Бегать. Вот так. Тут другие... Тут другие нужные навыки. Волейбольные. Но зато, если ты футболу будешь просто играть, ты будешь сидеть без куска хлеба. И смотреть на того человека, который будет трудиться над землей. Ну, для христиан это неприемлемо. Для неверующих пускай они там дурят сколько влезет. А для христиан это неприемлемо, потому что запрещено все это церковью. Том, пойдем сегодня купаться. Купаться? Пойдем. А надо поработать хорошо. Ну, пойдем, наточу. Утром. Ванянавта работает. У фельдца своего. У Фельдца, своего. Вот, оказывается, он умеет быстро работать. У нас 18 июня 2015 года. Вот утром ребятишке надо полить Викторию. Вот они поливают Викторию. Сейчас он тут наливает у нас Никита, старший. Таскает ведрами. Пол ведра не хватило, а те пилят. Покажи. Да это он. Нестор, ну что ты куда пошел-то? Иди. Смотреть на мой комик. Это он из него. Куда у нас Нестор несет воду? Дядь Володя? Да. Что-то говорит, Тимофей там сидит и не знает, что делать. Запрещь его надо. А, я даже не видел. Сейчас посмотрим. Вот поливаем Викторию. У нас зависть. Нынче все раньше, на недельки-две появляется. В это время у нас Виктория так не свела. Да, и трава-то обильна тоже. Андрей говорил устинов, что может даже раньше покосы будут. Да, раньше, да. Вот они тоже таскают воду. Там Карелия, это Фрося. Вот так вот у нас трудовой лагерь. Все кипит. Еще до завтрака. Вот Аня. Вот Тарас. Тарас, тебе много налили. Ты что, иди немножко отлей. Зачем ты столько попросил? Зачем ты столько попросил? Вот тут все острые певицы. Вон они. Николай, вот сестра Валентина из Казахстана. Это у нас бак с водой железной. Для технической воды. Технической воды. Мы качаем. Это с пруда. Лагерь основной. Всего закачиваем. Потом. Всего вылезу все. У всех ног. Это плывное железное тариство. Помогите. У звуки с земли. У меня только не сбег двигательные руки. Продолжение следует...